Просторные игровые комнаты, современный спортивный зал и уютные спальни. Так выглядит новый детский сад «Звёздочка», который распахнул свои двери для 120 дошколят аула Либердуковски в начале нынешнего года. Вместе с рабочей группой из руководителей профильных министерств глава Карачаева Черкесии осмотрел здание дошкольного учреждения. А воспитанники детского сада, в свою очередь, подготовили для гостей красочное выступление. С вводом в эксплуатацию этого детского сада в ауле полностью снят вопрос очередей в дошкольные учреждения. В новое комфортабельное здание дети перебрались из ветхой до военной постройки, куда ходили, наверное, ещё и их дедушки и бабушки. Данный населённый пункт очень нуждался в строительстве нового детского сада. В ауле два детских сада, и они оба располагались в приспособленном помещении. И это новое здание действительно стало долгожданным событием для жителей, для мамочек, для родителей и для всех детишек аула Либердуковской. Сад рассчитан на 120 детей, 5 групп, из них 2 ясельных группы. Вместимость полная, удовлетворяет потребностям аула, поэтому родители очень довольны. Открытию этого детского сада были рады как родители детей, так и их воспитатели. Детям очень комфортно, мы никак не нарадуемся. Все жизнедеятельности детей, все-все предусмотрены. В каждой группе по 24 детей. Группа оснащена всеми образовательными деятельностями. В каждой группе имеются все удобства. После осмотра нового детского сада глава Карачаева Черкесии отправился на встречу с жителями аула, которая состоялась в местной школе. Здесь любой желающий мог задать интересующий его вопрос напрямую руководителю региона. В числе наиболее актуальных для аула тем – капитальный ремонт, дороги и медицинские услуги. По каждому обращению был дан и ответ, и соответствующие поручения властям разных уровней. Те вопросы и проблемы, которые вы сегодня озвучивали, поднимали, они на самом деле во многом неизвестны. Но в то же время есть вопросы, ну вот мне очень нравится, что мы обсудили проблему родного языка. И таких же вопросов у нас на самом деле немало в каждом селе. Еще раз вас я хочу поблагодарить. Я думаю, что мы с руководством района проведем большую и аналитическую работу, и ту работу на перспективу, в том числе, где вам надо входить в разные проекты, которые сегодня вы можете осуществить. А еще в этот день глава республики вручил нескольким жителям аула свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение и строительство жилья в сельской местности. Одной из тех, кто получил заветный сертификат, стала Сатаней Шибзухова. Вот уже 8 лет она работает медсестрой в Хабецкой районной больнице. Вместе с мужем воспитывает двоих детей. И эта субсидия, по ее словам, поможет им построить дом своей мечты. Документы мы собрали в очень короткий срок. Все было, ну, недолго ждали. В течение пяти лет примерно нам неожиданно позвонили, сообщили, вот так-то, так-то мы попали в такую программу. Очень была рада этому. Мы уже присмотрели себе жилье, хотим приобрести на эту сумму. Ну, посмотрим, что как дальше будет. Всего в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» свои жилищные условия за прошлый год в Карачаево-Черкесии улучшили 28 семей. А в текущем году по поручению главы региона эта цифра увеличится в четыре раза. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архиз, 24.